Я думаю… Итак, начнем с отказа. Женщины просто не понимают, сколько раз за всю жизнь парень подвергается отказам. Справедливости ради есть и женщины, которые сталкиваются с тем, что их отвергают. Но мужчинам отказывают гораздо чаще. Все начинается раньше, чем у женщин, например, в спорте, в каких-то социальных группах. Но все выходит на совершенно новый уровень, когда дело доходит до свиданий. И как любой парень, который ищет себе партнершу в интернете, может легко убедиться, ему не просто отказывают, его игнорируют. А когда он получает хоть какой-то ответ, он сталкивается с игнором со стороны женщин. В одном видео красивая девушка приняла вызов от своего друга, который сказал ей «А знаешь что? Попробуй вести себя на сайтах знакомств как парень. Напиши сотни респондентов и посмотри, что получится». Она создала фейковый профайл, который она сочла подходящим и написала сотни парней. Ей ответили едва ли пять человек. И эти пятеро после пары фраз переписки начали ее буквально игнорировать онлайн. Так что да, если речь идет о свиданиях и отказах, женщины и понятия не имеют, как тяжело приходится нам, парням. Следующий пункт в списке – неожиданная эрекция. Серьезно, они возникают, когда их меньше всего ожидаешь. Ты тусуешься с одноклассниками или с коллегами, гуляете по городу, и вдруг к вам подходит девушка. И вас она совершенно не интересует, но она подходит ближе, потому что ей, скажем, любопытно, что вы там разглядываете в телефоне, и вы показываете ей картинку. Она стоит очень близко, она прижимается к вам. Что происходит дальше? Бум, как гром среди ясного неба, за секунду у вас начинается эрекция. Если на вас куртка или просторная одежда, вы, вероятно, сможете это как-то скрыть. Но если на вас шорты или стильные брюки с красивой рубашкой, спрятать это явление не получится. Хорошая новость – эти эрекции явление нормальное. На самом деле они показатель того, что там, внизу, все нормально работает. И говоря об этом, перейдем к следующему пункту, как помочиться утром, если у вас стояк. Вы проснулись, у вас эрекция. Это отличный признак того, что вы здоровы, но если вам нужно воспользоваться уборной, что ж удачи, ребята. Серьезно, кто-нибудь из вас когда-нибудь пытался изогнуться, буквально вывернуться под нужным углом, чтобы не промахнуться мимо унитаза? Женщинам и в голову не придется, какими трудностями нам приходится сталкиваться, чтобы просто по утрам воспользоваться уборной. Следующая проблема непостижимая для женщин, когда гениталии прилипают к ноге. Да, проблема липких слив, я говорю именно об этом. Они прилипают к ноге и создают ощущение крайнего дискомфорта. Итак, что же делать в этой ситуации? Нужно опустить руки и все там поправить. А если это во время бега, вам приходится встать и трясти ногой, пока все не встанет на свои места. А теперь, следующая проблема, я не знаю, многие ли из вас с ней столкнулись. Проблема разделения потоков. Вы понимаете, о чем я. Вы идете в уборную, собираетесь делать свои дела, но в самом начале потоки разделяются, и вы стреляете в двух направлениях. Это происходит на пару секунд, а потом все нормально, снова один поток. Но за эти пару секунд вы попали мимо кассы и забрызгали унитаз с обеих сторон. Конечно, я все вытираю за собой, но все это очень расстраивает. Я не знаю, может это происходит с чистотой два раза в неделю. Кому-то еще приходилось с этим сталкиваться? Пишите в комментариях. И если я что-то пропустил, также пишите об этом в комментариях. Но хорошо, хотя бы эти два потока не пересекаются, верно? Следующий пункт – это более серьезная проблема, и за нее многие мужчины представляются хищниками. Все, у кого есть братья, сестры, племянники, племянницы, или вы отецы гуляете в парке с детьми. У вас такое случалось? Лично у меня – да. Вас как будто изолируют. Вас как будто отталкивают. Везде гуляют мамы с детьми, группами или поодиночке. И вот они разговаривают друг с другом, а вас как будто не замечают. Я знаю случаи, когда к парням подходили полицейские и спрашивали у детей «Ребята, а вы знаете других детей?» И я проявляю большую осторожность, чтобы меня не заподозрили, что я общаюсь с какой-то другой мамашей, которая заболталась, пьет кофе с другом. А я вижу, как ее ребенок вот-вот упадет, и бегу к нему, чтобы подхватить его. Мне никто не предъявлял претензий за это, но знаю, что у вас, парни, есть истории, которыми вы можете поделиться. Я знаю, что это может по-настоящему разозлить. И на самом деле это не может не расстраивать, потому что, похоже, тут есть какой-то двойной стандарт. Женщинам этого не понять. Если ты папа, который много проводит времени с детьми, вам обидно, что вас не воспринимают как часть общей группы, а видят в вас угрозу. И еще об одной серьезной проблеме хочу поговорить. Это изоляция. Я думаю, что мы, мужчины, неправильно поступаем после того, как мы закончили обучение, закончили школу, успели поработать. Может, на первых порах мы еще развлекались. Но потом мы стали серьезно относиться к жизни, мы перестали общаться с людьми и строить дружеские отношения. И с возрастом это только вредит. И есть причина на то, что после того, как мужчины теряют жену, своего партнера, они быстро умирают, потому что у них нет поддержки. По сравнению с женщинами, у которых гораздо больше связей, они поддерживают связь с подругами, у них сформировались теплые отношения с другими женщинами, а мужчины мало поддерживают отношения даже с собственными братьями. Мы просто не поддерживаем отношения. Я знаю, о чем говорю. Я специально работал над построением отношений. Я горжусь тем, что построил крепкие отношения со многими людьми. Я запускаю курсы и много общаюсь с людьми. И строю отношения с бизнес-партнерами. Просто бизнес – это здорово, как и зарабатывание денег, но я всегда стремлюсь к дружбе. И мне бы хотелось узнать у вас, ребята, как вы предлагаете человеку в 20, 30, 40, 50, 60 лет строить отношения с другими мужчинами или платонические отношения с женщинами, чтобы у нас были те, кому мы можем позвонить, если потребуется помощь, и кто может также обратиться к нам, с кем мы можем поговорить и кто нас поддержит. Я думаю, что это важно. Так много молодых людей просто сидит дома в изоляции. Они могут увлекаться играми и тому подобным, но я думаю, что потерять связь с другими людьми, и человеческие отношения – это большая проблема, с которой сталкивается наше общество. Итак, какое же видео на очереди может «Тайная история нижнего белья»? Серьезно, мы будем говорить о гульфиках. Все носят нижнее белье, но мало кто знает об истории его происхождения. В этом видео есть довольно интересные факты. Так что продолжайте смотреть видео на канале, там много интересного. Кликайте по видео, не пожалеете.